Личные приемы граждан нужны для прямого общения с населением. Это позволяет часть вопросов решить на месте, а в остальных случаях передать обращение в соответствующие ведомства. Людей, которые в этот день приходили на прием к временно исполняющей обязанности главы администрации, волновало немало проблем. Это и вывоз бытового угля, и планы по газификации Вахрушева, и другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью жителей. Напротив, в больнице сделать особо кофту. Потребование, да? А, просто потребование, да? Потребование, да. Из-за чего? Очень много пенсионеров и молитвы едут, они не останавливаются. Кто остановится, кто нет, кто остановится, кто нет. Это такой вопрос, который решается. Да, мы напишем, что он не возникал. Да, он не возникал, потому что мы напишем письмо на ДПР. Директор УВК номер 3 обратилась с просьбой, которая волнует всех жителей Вахрушева-3. Это канализация, которая из-за порыва втечет по дорогам и по территории учебного заведения. По целости Украинки, и вот когда был снег, говорю, это будет представитель, мои нечистоты, дети идут в школу. Я проходила мимо, обещать невозможно. Значит, я интересовалась у начальника участка Мергородской, Татьяна Алексеевна. Значит, эти трубы по поселку еще были проложены в 50-х годах, прошлого года, а школа наша построена в 72-м, и вот с 72-го года эта труба канализационная тоже не менялась. Почему? И со школой связываю канализацию. В октябре мы почистили колодцы, через неделю оно было полное. Проблема в трубе. Она, наверное, тоже загнила, вышла из строя, поэтому надо эту трубу менять. Алла Викторовна, ну если возможность, большая будет сумма денег, я думаю, вы поможете. Мы можем обратиться в министерство ЖКП, но мы так могут помочь. Также руководитель ОВК-3 обратила внимание городской власти на отсутствие освещения в поселке. По ее словам, добираться утром в школу детям приходилось в темноте. Временно исполняющие обязанности главы Красного Луча и начальник жизнеобеспечения города Вахрушево заверили, что этот вопрос находится на контроле и работы по освещению планируются. На прием пришли также члены ветеранской организации Вахрушево. Их интересовали помимо личных проблем вопросы финансирования организации, так как всю работу ветераны ведут на общественных началах. Также на приеме поднималась тема ремонта домов. Одна из жительниц просила помощи о восстановлении кровли. В прошлом году ее уже ремонтировали своими силами. И вновь та же проблема. В ОСМД, к которому относится дом, нет председателя, хотя сама жилищная организация входит в Краснолуческую ассоциацию многоквартирных домов. А теперь начало течь спальня с этой стороны, где у нас этот угол от прибытковых. Там никто не живет, там страшное дело. И от этой комнаты у нас начал чернеть угол. Попсыпались вот эти плитки, мы делали ремонт. Падает на голову. На кровати стоит тазик у нас капает. Я сплю, капает это, вода. В зале тоже у Наташи, а там Наталья Николаевна. Черный. Тоже стоит тазик. Но это же тоже не дело. Сами мы не можем сделать уже. Нет у нас средства. Думаю, мы можем купить, конечно, грубил глаз. Но делаем не нужно. Это можно только обращаться. Но если нет руководителя Душкина, мы письмо напишите. Может быть, они что-то сделают. Сейчас временно там закроют. И потом сейчас решается в министерстве ЖКХ вопрос, чтобы выделять гуманитарные кровельные материалы. И ОСМД тоже. Потому что, да, на данный момент эти материалы выделяются только на это. Потому что у нас носится к Красноярскому городскому среду. На ОСМД это как самостоятельная организация. Пока юридически они не нашли выход, как их обеспечить. Но сейчас вроде как уже у министра вселенной вопрос решается. И на ОСМД будут выделять тоже. Так что я понимаю, что весной уже, по весне, материалы будут выделять. Но вам нужно сейчас зиму еще пережить. Поэтому сейчас пока только за счет средств вашего ОСМД и помощи Душкина и его специалистов. И это не единственный вопрос, связанный с ремонтом в многоквартирном доме. Со своей проблемой обратились и жители еще некоторых домов. Алла Викторовна взяла все вопросы на контроль.